Книга к истинному православию. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ответ Игнатия Лапкина отцу Льву Лебедеву на его открытое письмо. Не потерять бы потеряевку. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мир вам, дорогой Отец Лев, получил от вас письмо с ответом открытое. Не потерять бы потеряевку. Спаси Христос вас, дорогой труженик. Столько постарались, времени не пожалели. Перечитал еще и еще раз, сразу же и даю некоторые пояснения и возникшие вопросы задаю по вашему письму. Есть намерение издать все наши подборки. А это 11 таких же по размеру листов, как и каждый из материалов, на которые вы отвечали и другое. На обложке будет примерно такой рисунок, который и посылал вам. Только о покаянии. Сборник размышлений рядового мирянина. Это лишь намерение на самый малый тираж тысяч на десять. И спрашиваю, что означает слово ваше открытое письмо, которое вы мне написали, кому оно открыто, и где еще опубликовано, или куда вы его послали для публикации. Думаю, что если его опубликовать, что делают с открытыми письмами, то обязательно нужно опубликовать и то, на что дается отзыв. То есть все подборки о слове, о благовестии и «А я говорю вам, любите врагов ваших». И второе. Можно ли нам опубликовать ваш ответ полностью до единой буковки в нашем сборнике или еще где за вашей подписью. И там могут быть другие наши материалы, ибо и на занятиях в университете, где я веду их, и все мои выступления по радио, а это три радиопередачи каждую неделю, и есть по телевидению. Многое можно взять в публикации и туда. Благословляете ли приложить ваше это открытое письмо? Читая доводы защитников войны, непонятного богослужения и запрета на проповедь мирянам, я говорю вместе с Ио. «Далек я, чтобы признать вас справедливыми». Книга Ио, 27 глава, 5 стих. И чтобы не доказывали сторонники исторической традиции православной церкви, я вижу ежедневно, что делается во всех, без исключения храмов, даже здесь, в Барнауле. Приходят прохожане, выходят и все. Я-то, а ведь знаю, людей не понаслышке. Веду регулярные занятия в тюрьме, еженедельные, с несколькими тысячами, выступаю по радио, а потом по камерам иду в лагерях, больницах, в школах, во всех пяти отделах милиции, с личным составом, в воинских частях, в институтах, в школах, в ПТУ, в учреждениях, на заводах, в летном училище и других многих местах. Везде, абсолютно везде, 100% всех, кто считает себя православными, ни одного человека еще за 33 года проповеднической и миссионерской деятельности нигде не встретил. Ни одного человека, кто, имея бы духовное рождение, был верующим. Все ложь, блуд, обман. И во всем этом виновата та организация, которая называет себя церковью. Сталина, Беревские ирочекисты, краснопоповцы. А отчего же так? Что корень есть? Не мог я не задуматься над этим, и путем тщательного исследования нашел. Нелюбовь тех, кто надел рясу, кто призван во время и не во время нести живую проповедь к народу, они невозрожденные, некрещенные попы, они и есть лютые волки, нещадящие стадо. Деяние, книга 20 глава. Это же самое я видел и в Америке. А брат мой, протеерей отец Иоаким, в Германии. Все тоже обредоверие. Пришел, ушел. И пришедшие из московской патриархии те батюшки, что находятся под амафором митрополита Виталия, они-то ведь от плоти и крови той же МП. И в их работе та же небрежность, та же нелюбовь к пастве. Оттого такой вопль их изменить законодательство о религиозных свободах России, чтобы запретили всем, кроме их, ставленников, проповедовать, чтобы изгнали всех, кто не с ними. И все от того, что только через силовые структуры насилия могут утешить свою немощь и озлобленную бездарность, несостоятельность сопротивляться сектантскому нашествию. Штата-то нет, как сказал мне местный архиерей. Нет ни одного, кто мог бы противостать ереси, встать на защиту православия. У каждого колесница и возница по своим потребам в цумы и гумы. Придумали себе награды, звания, а народ погибает. Люди не знают Христа. Да, если ты об этом скажешь, то в ответ, ты сектант, ты баптист, пятидесятник. Вот и вы в том же, что я из баптистов, пятидесятников. Вам бы там-то, в далеком от нас, в Курске, откуда это знать-то? А от того же, кто лжец, кто клевещет день и ночь. Оборони Бог, чтобы я сказал слово в свою защиту здесь. Я просто поясняю, что не так вам сказали, чтобы вы не согрешили от вводящих в заблуждение, слыша ложь. Во всей нашей природе и по отцу, и по матери никогда, во веки веков, не было ни одного баптиста-пятидесятника. И далее все ваши посылы, строящиеся на моем баптистском происхождении, они як и не бывшие. Вначале вы говорите еретическо-сектантские публикации под вывеской или оболочкой православия. Насчет моей фотографии с митрополитом Виталием, я никогда иначе не проповедовал и не мыслил, чем сегодня. И желаю блага истине, желаю спасения всех. Когда меня судили по статье 191 УК РСФСР, то там выражение есть. Заведомо ложные измышления об общественном и государственном строе СССР. И вот вы тоже пишите, заведомо чуждые идеи православия я публикую. Для кого заведомо? Почему то же самое обвинение? Дословно. Нет, я верю, что все о чем пишу, что это не выдумка, а единственная истина, к которой придут все здесь или там. Дорогой мой батюшка, как бы мне этим письмом вас не обидеть и ответить хотя бы кратко, как сказал наш Спаситель, я отчету отца моего, а вы бесчестите меня. Евангелие от Иоанна 9.49 Разбирая мою подборку материалов о благовестии, вы резко разносите слова, утверждающие то, что в первой апостольской церкви не было разделения на мирян и клир. А эти слова я выписал из восьмого тома настольной книги священнослужителя, изданной по благословению патриарха Пимена, когда вы ему еще канонически подчинялись. И далее из святых отцов без ссылки. Так что ваше опровержение касается не моих слов, о том, что сокрытие Евангелия, его смысла за сакральностью церковнославянского непонятного языка, есть главная причина запустения душ и следствием этого революции 1917 года. И не только верю в это, но и нахожу, что были все же и до революции призывы сделать понятными молитвы. Вот передо мной молитвы и песнопения православного молитвослова Москва, Донской монастырь, 1994 год, с переводом на русский язык, перепечатано в Санкт-Петербурге. 1912 год от Санкт-Петербургского духовного комитета печать дозволяется. Санкт-Петербург, 30 октября 1912 год. Старший цензор, архимандрит Александр. Это-то уж не моя прихоть или ересь сектантская, как вы нарекаете моей публикации. Здесь около 900 молитв параллельно в два столбца на церковнославянском и на русском. В конце много объяснений молитв, праздников, богослужебного чина и многое другое. Со страницы 387 послесловие о непонятности церковнославянских слов, их неточном и туманном значении. И вот выдержка, страница 339. Высший образованный класс давно охладел к церковной поэзии и не по безверию, в чем его огульно укоряют, а по непониманию ее. За ним в том же направлении очень быстро идет народная масса, прошедшая школу и непременно желающая понимать то, что она читает или слышит. Православные храмы заметно пустеют, а собрания сектантов умножаются и делаются все многолюднее. Не злонравие, не разращенность и не стремление к протесту толкает несчастных людей в секты, а целый ряд неблагоприятно сложившихся обстоятельств. И, между прочим, потребность души беседовать с Богом, молиться на понятном им языке, петь ему хоть и простые, наивные, часто нескладные песни, но им-то, молящимся, понятные. Ибо другие лучшие произведения высокого духа и честнейшей поэзии в церковно-славянской оболочке им непонятны, просто неизвестны. Жаждущие люди бегут пить из мутной лужи, если родник кристально чистой воды, хотя и находящийся поблизости, им недоступен. Тираж 33 тысячи. Значит, были все же хотя и единицы тех, кто понимал, куда все идет, как Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, отец Григорий Петров. С этим я полностью согласен, ибо проблему обращения душ ко Христу знаю не понаслышке. Вчера была встреча, беседа, проповедь у меня с работниками кардиологического центра края на тему Христос и врачи. И напрасно подумали вы, дорогой наш отец Лев, что я говорю только об этих трех материалах, подвергнутых чрезвычайно тенцензионной и недружественной критике. Вот последние мои темы по радио. Старшинство о послушании, об аде и рае, две передачи, о свободе, о переписке, о торговле, о выборах. Это в милиции, впереди, о совести, о наследстве и благотворительности, об суждении и осуждении, о дерзости и дерзновении. Кроме того, по 45 минут по радио каждое воскресенье на евангельское чтение сего дня. Да, есть тема, которую я в каждой беседе, проповеди освещаю шире и шире. О покаянии, о крещении, о жизни во Христе. И на каждом занятии в университете один час уходит на ответы на все вопросы в аудитории. До 40 вопросов и столько же отвечаю еще звонков после выступления по радио, особенно в понедельник, 30-минутная передача «Духовные беседы», автор и ведущий Игнатий Тихончилавкин. Священники лютуют, более всего укоряя, за знания Священного Писания. Да и как же мне не знать-то, если 33 года ежедневно я провожу за Библией, иногда до 5 часов и более. Так, чтобы начитать на пленке «Жития святых» по Дмитрию Ростовскому 12 томов, чтобы издать алфавитные каталоги и составить симфонию по житиям, мне пришлось проштудировать, прочитать все 12 томов ровно 10 раз, то есть 120 томов. А чтобы это же и сдать по 12 томам Иоанна Златоуста, все эти 12 томов пришлось пройти по строчкам 6 раз, еще 72 тома. Также все 5 томов добротолюбия – это моя жизнь. Без грамма мяса, вина и другого, чая, кофе, какао, в полном здравии и в разуме, и в прошлые годы спать приходилось не более 2,5 часов в сутки. Говорю единственно для того, чтобы убедить слушателя, что не от вымыслов говорю, а от книг. Для примера. Вот вы на второй странице своего письма пишете, что, ссылаясь на святого Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, что они категорически были против любой клятвы. Я не могу указать ни одного места из их трудов на это утверждение. Вы, приведя выдержку из моей подборки, добавляете, не делая в этом случае никаких ссылок, каковы в иных случаях непременно стараетесь делать. И это не случайно, так как в этом заявлении вы попросту говорите неправду. Вам хорошо известно, что... Нет, дорогой пастырь, овец, отец лев, не делаю я ссылок, не делаю ссылок я единственно потому, что строго одним листком ограничен, и не могу издать на эту тему книгу. Всего один листик, и на нем я сделал 137 ссылок. Материал перенасыщен указаниями на источники. И повторяюсь, что сейчас я сделаю лично для опровержения вашего мнения ссылки, которые ни один православный не попытается опровергнуть. Святитель Иоанн Златоуст Цитата Клясса – дело дьявольское Том 1, стр. 56 И еще Клясса не следует ни в правде, ни в неправде Том 4, стр. 126 Том 1, стр. 134 Том 4, стр. 831 Том 2, стр. 66 Том 3, стр. 2, 3 Том 12, стр. 726 Том 2, стр. 175 Еще цитата Клятва Даже самое справедливое зло Том 2, стр. 257 Воздерживаться от клятвы Полезня поста Том 2, стр. 67 Привычка Клясса не имеет никакого извинения Том 2, стр. 127 Том 2, стр. 127 Том 2, стр. 175 Я обещаю истребить ее Говорит Златоуст В течение 10 дней Том 2, стр. 233 Не оставившим привычку клясться Златоуст угрожает отлучением Том 2, стр. 235 Том 7, стр. 501 Том 9, стр. 94 Употребляющим клятву Запрещаю приступать порог церковный Том 9, стр. 84 Том 11, стр. 20 Только ссылка на одного златоуста частичная Ибо у него в сотни раз больше того места Абсолютно всякую клятву запрещающую И уже 10 строчек ушло Когда я издаю какой материал Для меня мучение До 7 раз и более переписывать материал Пересчитываю по буквам Урезаю, чтобы втиснуться В прокрут С того ложа Одного листика газетного Ибо ни спонсоров нет Ни денег Но и этот листик По любому материалу Вызывает буквально Взрыв радости И ненависти С вашим письмом Я получил сразу из Америки Ангели И многих других мест Реакция Различная И от отца Глеба Якунина От Александра Нежного От Георгия Кочеткова И многих других У меня все письма сохраняются Я их переплетаю в книге Сам переплетчик Реставратор У меня 60 томов В общей сложности 40 тысяч страниц писем Из 11 подборок Ни одна Не вызвана иным намерением Как спасти людей От заблуждения Чтобы они встретились С воскресшим Познали волю Божью И спаслись Угрозы отлучения От церкви Не раз исполнялись На деле Уже Как и аресты Но Ни к чему Не привели Никого И ни разу Всем пришлось Меня или Реабилитировать И в прокуратуре И КГБ Или приручать В сущем сане Как делал Небезосвестный вам Благостный старец Гидеон Митрополит Как моя мать Еще молящаяся За меня И живущая В потерявке Говорит Еще не родился Тот человек Кто завинит Игнатия Это уже Для веселья А по серьезному Эти ярлыки Что вы мне наклеили Все это Я уже давно Поаптер на себе От Московской Патриархии От Гидеонов Пименов Если на занятия Приходит к вам Университет Баптисты То говорят Многие К нам Университет Я проповедую Только Баптистов Я проповедую Только против Баптистов Если приходят Старообрядцы То Я против них Только и говорю Если чекисты Я против Коммунистов Вещаю А учителя Прислали записку Сколько вас Слушаю Живу Всегда Против Учителей Это же От врачей А причина Та одна Слово Мое Не вмещается В вас Говорит Христос Но Самое Яростное Лютое Поношение Именно От священнослужителей Православных Хотя Ни слова Опровернуть Не могут Я Жил С архиепископом Антонием Лос-Анджелесским Две недели В одном доме И много Гулял С ним Беседовал И он Брал На анализ Мои Подборки И не Нашел Ни строчки Которые Можно Было Опровернуть Хотя Он Считается Самым Непримиримым В оппозиции Патриархии И знаток Канонов Нет Дорогой Отче Когда Вы Кончите Свои Дела Еще Раз Перепечатайте Материалы Все Мой Подборки И Вы Ничего Не Найдете Против Христа А Все Там Любовь К Погибшим Коих Завели Лукавые Делатели В дебре Тьмы И Мрака Вам Надлежало Не Искать В моих Корнях Сектанства Коего Не Было А Подумать Хотя Бы А С Какой То Целью Я Напарываюсь На Такие Огромные Неприятности От Внешних И Внутренних Врагов Что Издаю Такие Огнеопальные Материалы Повторяю Что Единственное Причина Издания Этих Нестандартных Подборок Любовь К Тем Кого Покинули Взявшие Ключи Разумения Любовь К Обманутым Лже Крещён И Это Мой Неизбывный Крест Любовь К Людям Погибающим Во тьме Для Христа Моего Я Положил На его Алтарь Всё И Жизнь Я То Ведь Слышу В вас Адрес Только Худое И От Старообрясов Кутузовых За Вашу Защиту Никона С его Гитлеровскими Методами Увещания Противников Но Никто Не Сверхнул Меня От Вас Я Вас Люблю И Молюсь За Ваши Труды За Объяснение Почему Перешел И Ваше Письмо Один К Одному Письмо От Митрополита Иоанна Санкт-Петербургского И от Гедеона И от Курского С Его Фотография И Мне Присланы Ну Что Из Того Что Любя Вас Я Менее Любим Вами Второй Кориффином 2 12 15 У Всех Свой Подход Вам Нужно Воевать Идите Других Не Посылайте Не Имеете Права А я Не Иду И Другим Не Советую За Родную Коммунистическую Отдавать Жизнь И Клясться Ей Другой То Власти Нет Вот Почему Сидят И Довольные Друг Другом Патриарх Алексий Второй Министр Обороны Грачев Павел Первый И Общая Их Забота Построить Храм В честь Архистратига Михаила Опять же Не Рафаила Негавриила Но Каждому Народу Хочется Иметь Своё Министерство По Военным Проблемам На Небе Отсюда Храмы Михаила Не Гипертрофия Ли Что В Маханькой Грузии В честь Георгия Победоносного Около 360 Храмов И Страна Носит Его Имя Не Уж Что Он Более Нужен Для Подражания Чем Евангелисты А Матфея Лука Марк Совсем Уж Слепой Не Видит Что Католики Прославляют Своих Военных Именно Тех Кто Православный Требинал Казнил Как Кунцевич Баптисты Чтят В первую Очередь От Начальников Их Ереси И Так Все Вы Непрерывно Ссылаетесь На И 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 Стал А В Начале Было Не Так От Начала Было А Я Говорю Вам Бог Будет Судить Не По Истории Русской А По Евангелию По Истории Вы Правы А Я Не Прав Меня Надо Расстрелять А Если Прав Все же Христос Тогда Если Я За Иконы То Меня Надо Бы Подогнать Под Еретика Вы Меня Усильно Подгоняете Под штамп Сектанства Если Этого Пока Еще Нет Во Мне Но Уже Деткость Прорывается Все Равно Я Если Не В Среду То В Четверг Перейду К Баптистам Молитесь Обо Мне Дорогой Батюшка Чтобы Не Случилось Этого Не Дай Бог Я Говорю О Священниках Которые Отгородились Толстыми Дубовыми Иконостасами Не Знают Отчего Мир И Церковь Нравственная И в познании Истины Не Отличаются Друг От друга Ясно Что Иконостас Мне 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 Не Надо Прятаться От Народа Я Прошу Выйти К Народу Учить Его Хотя Б Лоб Покрестить На Учили Этого Не Умеют Вот У нас Суббота Архиерей С ним Десять Священников И В Течение Года В Субботу Ни Одной Проповеди Ладно Ли Хорошо Ли Будет Если За Одну Погибшую Овцу По Вашей Умной Жизни У Академисты Бритые А тут Тысячи Гибнут Горе Лютое Продолжение Следует